я помню свою первую международную конференцию в 1993 году это была достаточно масштабная конференция в киеве куда я прилетал с докладом и дело в том что к тому моменту у меня была психотерапевтическая практика достаточно богатая направленная связанная с телесно-ориентированной тонатотерапии и во время вот этих психотерапии обнаружилось что человек в состоянии менять делать некоторые подвижки в зрелом возрасте в своем психотипе мы об этом с вами поговорим возможно во время следующих встреч потому что это достаточно не простой неоднозначный процесс и очень редкий а вот что касается формирования психотипа туда это очень интересная интересная часть наше восстановление с вами особенно если у вас на глазах растут детки какие-то внуки или дети ваши действительно есть часть предпосылок генетически обусловленных которые мы передаем детям и которые можно в принципе прогнозировать при его рождении но основные функции действительно у ребенка формируются в результате социальной и коммуникативной адаптации то есть в результате общения с его окружением ближним я неоднократно сталкивался с ситуацией изучая семьи такие что дети которые вырастают в семье только мамы и папы с вероятностью очень высокой принимают психотип одного из родителей а вот дети которые вырастают например только у бабушек принимают не бабушки психотип как ни странно но нахватываются прилично то есть мы из четырех которые есть социальной таблицы до присущей каждому психотипу например можем видеть две или три а одну генетически обусловленную взятую от мамы и папы или есть еще одна интересная вещь когда у ребенка эклектичное воспитание за него берут всем нянек все его тискают все ему уму-разуму учат ребенок вырастает вполне себе может каким-то конфликтным типом маме и папе то есть у него вот он нахватался всех функций где-то у него что то какие то конечно же есть предпосылки его внутренние и он под них адаптировал вот эти функции навязаны ему при воспитании этими левыми чужими людьми такому ребенку будет тяжело адаптироваться в семье он будет конечно я бы знаете вообще сказал так это важный момент не то что с поломанной психикой но она у него будет не очень комфортная даже для него он будет все время в состоянии давления близких ожиданий от мамы и папы но от тех людей которым он верит и любит да по определению и эти ожидания будут для него дискомфортны потому что он взял какой-то тип ну вот как сказать от окружение некомфортного или не не идеального для мамы и папы и вот эти дестабилизации будут и всю жизнь преследовать этого человека поэтому если вы сталкиваемся с личностью недовольны скажем своим состоянием или не очень устроенной в жизни или имеющие какие-то кризисы я уже молчу про психические отклонения и патологии то можно в общем попробовать поискать причины типировав его родителей типировав его ближний круг и вот на этом этапе как раз предлагаю познакомиться с нашим сегодняшним гостем